Делится личным опытом Илья, известный блогер YouTube-канала «Атипичный эмигрант», юрист, владелец миграционной компании в США и основатель самой большой тематической группы в Instagram в Рунете, проживший долгое время в Нью-Йорке и на Брайтоне. Итак, вы получили турвизу в США, приехали в страну, вы решили остаться и работать нелегально. И вот сегодня мы развеем очередной миф о том, что работодатели берут нелегалов и всячески делают все, чтобы им не платить. То есть работник эмигрант отработал и вместо денег получил обещание, в лучшем случае, в худшем угрозе быть переданным полиции ICE для депортации. Так ли на самом деле? В России, странах СНГ и в США отношение к рабочим людям отличается. В Америке Департамент труда не даст сделать из вас раба, и это факт, даже если вы работали нелегально. Именно эта организация отстоит ваши права. Логика проста и в то же время гуманна. Человек работал, пусть и нелегально, значит он должен получить свои деньги. Вы можете смело обращаться в суд и в штатах масса бесплатных адвокатов, которые вам в этом помогут. Тут, конечно же, назревает вопрос, что же с вами сделают дальше? Не выдворят ли из страны? Не штрафуют ли? Вероятнее всего, вам сделают предупреждение, что так делать нехорошо. Приехали по туристической визе, отдыхайте и уезжайте. Опять же, все они тоже люди и вполне поймут, что в чужой стране у вас смогли закончиться деньги, их украли или вы потеряли. Поэтому пришлось пойти на работу. А если вы умудрились каким-то образом оплатить налоги, даже один доллар на американской земле, и подтвердить это, считайте, что вы в законе. Но во второй раз рекомендую не попадаться. Можно легко уехать из штатов без права въезда минимум на пять лет. Вернемся к вопросу. Гораздо больше вашего обращения в суд боится ваш работодатель, ведь он принял на работу нелегала, кроме того, еще и не заплатил ему. За такое нарушение работодателю грозит штраф до 10 тысяч долларов. Возможно, потеря лицензии, например, в строительстве, и тюремный срок зависит от штата. В общем, ему это точно не нужно, и гораздо дешевле будет просто отдать вам ваши кровные. Как совет скажу, просто для перестраховки следует иметь какие-либо доказательства, пусть даже косвенные, что вы работали там. Например, фотографии, личная переписка, что угодно. Сможете подтвердить свое трудоустройство, считайте парень у вас в кармане, а в случае обращения в суд легко можно получить компенсацию за моральный вред и иные косвенные переживания. Теперь вы знаете больше, и сейчас самое время подумать о своей визе в страну возможностей и успешных взлетах.